Буквально вот в этом месте при выходе из садика я нашла у ребенка уже хорошо впившегося клеща. Екатерина рассказывает, мальчик не переставая чесал голову и жаловался, что что-то мешало ему спать во время тихого часа. Перепуганная мать тут же повела сына в больницу, где мальчику сразу же ввели иммуноглобулин. Клеща, уверена мама, ребенок мог поймать только во время прогулки в садике. Сегодня стало ясно, паника напрасной не была. Клещ оказался переносчиком боррелиоза. Теперь мальчика будут наблюдать целый месяц, чтобы не проявился тиф и еще целый букет заболеваний. После случившегося Екатерина так и не дождалась извинений от воспитателей, а с заведующей даже не удалось поговорить. Я ребенка мою каждый день, у него короткая стрижка, тем более это воскресенье, то есть при садике у нас всегда водные процедуры. Тем более такая активность, и я ребенка осматривала ежедневно. Я хочу смотреть в комитет по образованию, чтобы мне предоставили место в другом детском саду. Варваре повезло больше. К ее сыну, который ходит в тот же детский сад, клещ присосаться не успел. Насекомое ползло по руке, когда мама собирала ребенка домой. Произошло это полторы недели назад. Тогда, рассказывает Варвара, она и другие родители потребовали от руководства обработать территорию от клещей. Было достаточно времени уже после нашей ситуации обработать территорию, хотя нам руководство садика сообщило о том, что это уже сделано. Документов никаких не предоставили, поэтому прошу разобраться в ситуации. В неофициальном разговоре со специалистом комитета по образованию города нам пояснили. Во всех детских садах Барнаула обработка от клеща уже проведена. О пострадавшем воспитаннике детского сада номер 80 в комитете знают, но там уверены, что ребенок принес клеща на территорию учреждения. Сам он живет в Нагорной части и в сад ходит через лес. Кто прав, теперь уже сказать сложно. Другой вопрос, почему воспитатели садика, который находится рядом с лесом, не осматривают детей после прогулки. Вопросов это лето, по всей вероятности, задаст еще немало. Детские лагеря, куда скоро отправятся на отдых дети, в этом году впервые будут решать проблему обработки территории от клещей самостоятельно. Если в предыдущие годы краевые средства выделялись на то, чтобы обрабатывать территорию детских оздоровительных лагерей от клещей, то в этом году впервые край деньги не выделил. Надо не забывать о тотальной нищете наших муниципалитетов, наших вот этих муниципальных лагерей. Пик активности клещей в крае в самом разгаре. Уже по официальным данным укушено почти 2500 человек, а лето только началось. Если вы не успели сделать прививку, рецепт один – осторожность. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.